Дорогие друзья, всем добрый день, всем здравствуйте. В эфире вновь наша рубрика, как я называю, наша акция, я не знаю, как это назвать, для тех, кто дома. Она идет, собственно говоря, с марта месяца, с того самого момента, когда началась у нас самоизоляция. Так, минуточку, минуточку. Да, Кабан, да. Берите, что, берите. Бери, потом разберемся. Давай у меня эфир. Вот. И сегодня гостем нашей программы станет человек, которого вы наверняка многие из вас знают, кто, так сказать, резидент комедии клуба Женя Синяков. Женя Синяков, собственно говоря, сделал себе карьеру. Сейчас мы с ним об этом поговорим. Сделал себе карьеру на том, чтобы... Да что такое, а? Сейчас, секунду. Да, Клавдия Ивановна, да. Ну, приедут, ребят, пацаны приедут, да, все сделали. Клавдия Ивановна, я вам говорил, у меня эфир. До свидания. Так, Женька, ты здесь? Женя сейчас находится в деревне, в большой глухой деревне. Надеюсь, что все будет работать. Интернет у него там есть. Связи мы поменяли? Подожди, я говорю. Подстроюсь, подстроюсь под экран. О, Женя, привет. Привет. Деревня небольшая, но глухая. Я говорю, деревня небольшая, но глухая. А ну-ка, уйди, я хочу посмотреть. Нифига себе. Слушай, я думал, это у тебя такая же антуражная вещь, как, к сожалению, у меня жизнь, которую я сам себе придумал. А у тебя все по-настоящему. Ты в деревне, собственно говоря, а дом где? Есть дом? Или ты не хочешь его показывать? Не хочешь, так скажи? Не, я могу показать, я просто приклеил телефон к дому. А, начались шуточки, значит, да? С самого начала. Серьезно, серьезно. У меня просто специальная фигня вместо крепежа, я клею. У меня такой смарт-стикер называется. Удобная вещь. Хорошо, пока связь хорошая, это хорошо, молодец. Да, и пока рост начался, так что... А ты там родился, что ли, в этой деревне? Или... Не, я родился, есть такой город Гатчина. Мы знаем такую город. Конечно. Большой городок, город, где жил Павел Первый, потом он переехал в Питер, и там его убили. Негодяки-петербургцы. Действительно веселая история, Жень. Темная-темная история. Но в основную часть жизни я прожил в Питер. Ну, прекрасно. Значит, сегодня, я так понимаю, что тебе, ну, в твоем распоряжении природа, я вот смотрю. В твоем распоряжении, у тебя там река есть? Речка, речка? Есть, речка, недалеко прям. Серьезно? Да, вот там лес, видишь, это уже на другом берегу. Ты знаешь, ну, хорошо, я поверю тебе на слово, потому что... Ну, в теории мы можем прогуляться, мы можем прогуляться. Ну, если тебе, если это на связь не повлияет, то можем прогуляться. Если тебе... Я проверял, кстати, Саша, поэтому... А? Вот это, я говорю, это я не проверял, влияет это на связь или нет, передвижение. Ну, ближе к концу. Я... Давай, да. Теперь давай прогуляемся, и как связь пропадет, так и пропадет. Слушай, Жень, мы с тобой же ни разу... Мы знакомы давно, но ни разу не виделись вот так вот вживую. Я знаю, я даже посчитал, сколько мы уже с тобой фоллоем друг друга в Инстаграме, это несложно было сделать, ровно 10 лет. Представь себе. 10 лет, да. Я заканчивал, заканчивал учиться как раз, заканчивал Петербургский государственный университет, вот. Работал на ЖД. 2010 год, да. А в 2010 году был Инстаграм? Да. В 2010 году уже был. А, надо посмотреть. Слушай, так вот я хотел тебя спросить, во-первых, ты закончил какой институт? У меня два образования. Первое – это путей сообщения, железнодорожный вуз в Питере. Второе – тоже в Питере, на Моховой улице, театральная академия. Я там учился на режиссера телевизионных программ. Ну, ты понимаешь, что одна профессия, так сказать, могла принести тебе сытость, а вторая принесла, ну, правда, я еще не знаю, могла принести тебе, так сказать, голод. Потому что… Да, да, да. Мне многие об этом говорили. Как я там, допустим, занимался, там, ну, для вступительных экзаменов нужно было подготовить там песню, песню, стихотворение, басню. И вот песню я репетировал с мужчиной, который аккомпанемент играет. Вот. И он мне говорил, режиссура, куда ты вообще, чувак, прешься? Это же нищета. Да, оставайся на железной дороге, ты с ума сошел, камон. Ну, камон, он уже не говорил, это я от себя добавил. Ну, понятно, это, так сказать, художественно вымысел. Ну, а почему ты ушел-то? Тебе нужна была слава или что? Или у тебя, так сказать, не хватило, ну, мозгов на месте не оказалось? Или родители… Либо не оказалось мозгов, либо хватило яиц. Два варианта. Запишите эту фразу, пожалуйста. Я, короче, пришел к выводу просто. Я поработал на ЖД, на железной дороге. И пришел к выводу, что, походу, деньги и карьера – это вообще не про меня. Вот. И я буду более себя счастливым чувствовать, если попробую реализоваться в юморе или вот в какой-то творческой профессии. Ага. А когда ты с девушкой знакомишься, ты ей сразу говоришь, что, в общем, деньги – это не про меня? Ну, я тактично умалчиваю. Слушай, Женя, ну… Как правило, когда общаюсь с девушкой и понимаю, что для нее деньги – это главное, я сразу ощущаю, что мы друг к другу не очень подходим. Потому что я, я не знаю, как ты, я морально понимаю, что в какой-то момент, возможно, я начну жить в нищете. То есть сейчас все хорошо, а что будет дальше – непонятно. Слушай… Я извиняюсь за эту депрессивную сейчас волну, которую я поднял. Извините, я хотел всем поднять. Слушай, на самом деле я на самом деле в том возрасте, когда, в общем, многие вещи, которых я раньше не принимал, теперь я могу их принять абсолютно спокойно. Это касается всего абсолютно. Потому что раньше мне говорили, деньги – это не главное люди, у которых они были. Сегодня я своим детям, ну и кому это нужен совет, тоже могу сказать, что деньги – это не главное. Потому что у меня их нет. Ну, в данной ситуации. Что касается, ты знаешь, вот нашей творческой профессии, да? Между прочим, а можно рассказать эту историю про ипотеку, что творческим людям? Да, да, можно сказать. Я хотел взять ипотеку. И в какой-то момент у меня уже все было одобрено. Уже были все документы поданы в банк. Все, квартира одобрена. Говорят, приезжайте, назначайте сделку. Назначайте. Но у меня продавщица для пенсионерки. Одна из них, по понятным причинам, боялась выезжать в город, потому что запрет, штрафы, еще что-то. Она не хотела ни в какую. Подожди, это реалка, что ли? И сказали, извините, ипотеку мы больше творческим профессиям не даем. То есть, подожди, нам сейчас дадут ипотеку творческим людям? Не дают? Я думаю, все зависит от банка. Но у меня была просто ипотека еще по старой ставке. Подожди, а что у тебя написано в трудовой книжке? И я не могу понять. Ты где чистящая, Женька? У меня ИП вообще, если честно. У меня оформлено ИП, и я оказываю услуги продакшену. А до этого у меня было написано, что я приемок с датчик груза и багажа. Где? В Пулково? На железной дороге, когда работал, приемок с датчик груза и багажа. В такой-то станции. Понял, извините. Так вот, друзья, если вы вдруг в творческой профессии человек и грезите новым шитьем, шиш вам с маслом, пока все не наладите сами у себя. Слушай, что касается... Мы можем про работу твою поговорить? Да, конечно, любой вопрос. Ну, другой вопрос, о чем еще с тобой говорите, Женька? Ну, вообще, если честно, да. Я сам понимаю, что я очень скучный. Слушай, а... Ой, да ладно тебе, да. Ладно, об этом потом поговорим. Слушай, я вот сколько я смотрел твои выступления, ты являешься резидентом коммеди. А резиденты, это вот люди, как бы наемные, просто приходят, да, их и там кто-то главный выбирает, и они выступают, правильно? Или я что-то путаю? Да, можно и так сказать, можно и так сказать, что состав меняется, периодически есть люди, которые могут кого-то пригласить, в ком-то увидеть потенциал и позвать его в комедикварт. А вот скажи, тебе за это платят или нет? Конечно, да. Платят, хорошо. Платят, я не могу, правда, говорить, сколько мне платят. А не надо, ну, слушай, ну что ты, я сам раздражаюсь, когда мне спрашивают, а сколько ты получаешь? Я всегда думаю, а зачем вы спрашиваете? Я, знаешь, я к тому, что у тебя как-то, ну, то есть я не понимаю той периодичности, с которой ты должен выступать. То ты каждую неделю, а то потом ты, там, через неделю. У тебя есть какой-то план на месяц, там, ну... У меня есть план на год. У меня есть план на год. Это 10 номеров в эфире минимум должно быть. Ого! 10 номеров! И вот здесь самое интересное, ты знаешь, я, в общем, это ты, наверное, обо мне узнал в Инстаграме, а я-то о тебе узнал по телеку, потому что, вот тот, я не знаю, как можно назвать жанр, в котором ты работаешь. Ты берешь за основу какие-то интернет-образы. Ну, интернет... Да-да-да, я знаю, какие-то условно тенденции, наверное, можно так сказать. Я называю это вообще просто эстрадный монолог с использованием экрана, это чтобы когда-то типа отвалить от меня с таким вопросом. Вот. А так, по факту, ну, какой-то юмористический спич, который подтвержден какими-то документальными данными, какими-то фактами, чем-то, что я действительно нашел, заскринил. А ты реально вот так вот лопатишь интернет? Я просто хочу сказать, друзья, значит, кто не знает, ну, поднимите руку, вы опять-то кто знает. А кто не знает, я скажу, что Женя работает резидентом в комедии. Его номер состоит из того, что он на экран выводит там какой-то конкретного героя, ну, условно, реального человека абсолютно, да? Вот эта история у меня очень была очень прикольная, очень такая жесткая, с неким магом, которого ты простебал так, что он запутал видео. Ну, да. И, Женя, начинаются там какие-то вырезки, ну, там, я не знаю, ты вырываешь это из контекста или как-то... Или история, на самом деле, настолько голая, что ты вот про... Обижаются ли на тебя люди? Я думаю, что очень сильно, Женя. Я думаю, кто-то может обидеться. В принципе, у нас сейчас, знаешь, в обществе такая, как бы, идет сейчас история, что все стали гораздо более обидчивы, чем, там, лет 10 назад. Ну, что ты. Ну, постоянно, смотрите, извинения в интернете кому-то приходится записывать. Ты вспомнишь, 2010 год. Гуф хоть раз тогда извинился перед кем-то. Слушай, ну, а я не помню, что он сейчас извинялся или извинялся? О, ну, это постоянно. Это интернет-мем, типа, что... Я за жизнью Гуфа как-то не слежу, может быть, потому что для меня это, ну, странная жизнь. Интересный тебе человек, я понимаю. Интересный, да. Слушай, ну, вот эта история с Магом, ты тоже его совершенно случайно нашел? С Магом вообще у меня, смотри, я расскажу, это прикольно было. У меня был номер в Comedy Club, где я высмеивал магов и экстрасенсов вообще. Прям целый набор, какие-то их услуги, какие-то их комментарии. И я заметил, как случайно оказалось, что у меня в номере было сразу два мага из Красноярска. И один из этих магов оказался юридически более подкованный. Ну, видимо, в Хогвартсе учился на юридическом, поэтому он мне наказал такой огромный... Нет. Здесь я вернулся. Во, вернулся, давай, давай дальше. Так, подкованный и более отказался один из магов. Давай я даже отойду. Короче, да, маг оказался один более подкованный. Написал мне огромное письмо о том, что вот не имеете права использовать мое изображение, бла-бла-бла, мы все это удалили, окей. А оказалось, что в этом же городе живет другой маг, с которым этот маг воюет. Запутанная история. А, воюет. Еще и тех пугал судом, и потом говорил, что мы ему заплатили миллион рублей. Вот, и второй маг оказался более таким истеричным, но хайповым, любящим к себе внимание. И вот он... Вот это тот, которого ты вывел в эфир, да? Да, да, вот именно он. Там началось с того, что он сначала написал моему младшему брату, троюродному, у меня на странице в ВК, он отмечен, он написал моему брату. Потому что, видимо, мне он не смог написать, для него блокировка ВКонтакте, слишком, как бы, сильная для его магии, да? И он написал моему брату, типа, брату передай, дверь скрипнула портфелем 23. Мой брат ему на это ответил. Пошел. Ответил более сильным заклинанием, да. Потом увидел, правда, Кирилл, зашел на его страницу, увидел, что ему пишут, оказывается, маг, он просто не понял сначала, кто ему пишет. И написал ему на всякий случай, извините, извините. Ну, тот все, тот уже разозлился, говорит, его жизнь и гроша ломаного не стоят, вы скоро об этом узнаете, бла-бла-бла. Вот, и потом со всяких каких-то непонятных страниц стали приходить всякие сообщения о том, что вот там, типа, ты не знаешь, с кем связался, он ключ Буратино тебе в жопу вставит, там, что-то, ну, всякие такие, короче, угрозы странные. И я это игнорировал. Но в итоге, в итоге он еще и записал видео на Ютубе. Вот это вообще был парадокс. Я не помню, помнишь ты видео или нет, что он там пользуется адресом или дарем, и при этом ведет блог на Ютубе. Да, и он еще, там, наверняка, тебя зовут не Женя Синяков, ты придумал себе псевдоним, и ты еще очень круто так сказал, что... Как меня должны звать тогда в жизни, если я себе... Да, если... Синяков. Потому что... Что за имя должно быть? Там, Ингвард Отвратов, там. Не знаю. Короче, да, он потом записал видео на Ютубе, я его разобрал, и... Все, он потом что-то еще выложил, что я якобы перед ним извинился. Я ему хотел записать, что извините, но я перед вами не извинялся. Но уже подумал, что все, это нужно остановить. Еще, знаешь, страшное совпадение было. Мы с ним в одно время, в одно время были на Пхукете потом, спустя вот, после эфиров. Я... Не случайно, случайно под конец моего отпуска всплыла рекомендация с его страницы, что он на Пхукете был в начале января, и я тоже вот год назад был в начале января на Пхукете. Если бы я его встретил на Бангло-Роуд, я не знаю, я бы просто бы затрухал бы на Юта. Но я бы подумал, что это уже все. Слушай, а вот эти истории, они как бы, ну... Ну, мне кажется, это хорошо закончившаяся история, или ты все равно как-то переживаешь, что он уже на тебя порчу наводил, да? Ну, я вообще в это не верю, поэтому как бы, ну, было бы странно, если бы я начал из-за этого переживать. Вот моя матушка, она из-за этого чуть-чуть поволновалась, если честно. Но я провел воспитательную беседу, и все. Слушай, а вот родителям же это, наверное, вообще тяжело. Они думают, господи, ну, они вспоминают, наверное, твое РЖД прошлое, когда ты начинал, и думают, господи, как бы было бы классно. А ведь можно было бы и там работать, и сюда номера поставлять. Нет, это бы не вышло бы. На самом деле, мне кажется, конечно, возможно, людям со стороны кажется, что все очень просто, что вот мы такие выходим, что-то поболтали, совершенно не готовясь, и ушли. И типа, что это занимает подготовкой, даже если есть какая-то не так много времени. Но по факту я, ну, у меня полный рабочий день. Я сижу. Слушай, да нет, ну, на самом деле, я-то представляю, насколько это сложно. Я больше это не для тебя, я больше для тех, кто нас сейчас смотрит. Потому что папа мой до сих пор говорит, что, ну, слушай, ты же не мешки ворочаешь, языком мель. Я вам всегда говорю, так иди мель, чтобы столько же получать. Слушай, а вот как, ну, допустим, ты приготовил номер, да? И есть какая-то редколлегия, там, комиссия, которая... Да, ни для кого не секрет, мы это не скрываем, что у нас есть креативные продюсеры, которые принимают решения касательно того, что выходит и в эфир, и то, что мы показываем на сцене. Подожди, перед съемками вы показываете? Или прямо на съемках они уже решают? Ну, после съемок. Я один раз был на съемках? Да, да, я помню, ты приходил. Но у нас есть, помимо вот этих съемок, есть еще технические вечеринки, где к нам люди приходят в палый зал, там, где начинался Comedy Club, вот самый первый, этот небольшой зал в Golden Palace, туда продаются билеты, какие-то наши друзья приходят, хочешь, приходи как-нибудь. И мы как бы просто показываем все то, что успели приготовить к съемкам, и уже на основе реакции людей понимаем, потому что не всегда можно объективно оценить в процессе создания, насколько это смешно или нет. Мы понимаем в реакции людей, где какие есть шероховатости, недочеты. Иногда бывает, что просто вначале не хватает удачной формулировки, как это правильно подвести людям, чтобы дальше потом все это казалось смешным. Иногда бывает на начальном этапе промах, ты понимаешь, шутки есть, просто вначале как-то невнятно я это все рассказал, что никто не понял, никто не врубился, что я имел в виду, какая у меня от этого эмоция. Поэтому, да, есть какой-то сито юмора перед тем, как это все выходит на телекран. Сито юмора? Сито юмора. Сито юмора. Слушай, ну а вот что касаемо прошедшее через сито юмора камеди, оно выходит на экран, и столько людей это видят, и вот есть же моменты, которые как бы откровенно намекают, и в твоих выступлениях это тоже было, на сексуальную ориентацию. Сейчас пытаюсь быть политкорректным, чтобы, в общем, ни тебя, ни никого, или можно улыбить, как это. Мне как бы все равно. А? Мне, говорю, мне тоже, я не обидел. Ну, номер про Сергея Лазарева, а про Дилана, про Сергея Лазарева, про этот круг там и так далее. А это правда, что он два раза, ну, постоянно ездит на один курорт и все время каждый раз фотографируется со спасателем круга? Ну, да. То есть ты эти фотки взял у него в Инстаграме, правильно? Да, 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 просто случайно заметилось как-то, увиделось. Не то, чтобы я там, типа, подписан, знаешь, и фанат Лазарева. Нет, просто придумалась идея. Прикольно, наверное, всем послушать, как отдыхали звезды. И начинаешь копать, там, смотреть их Инстаграм, и смотришь, блин, он опять приезжал в этот отель и опять так же сфоткался. И подпись еще та же. Ну, как бы, почему бы пора это не пошутить? А в ответ там что-нибудь приходит тебе? Ну, я не знаю, там... В основном, кстати, часто положительно относятся публичные люди. Там, например, есть такая Мария Лиман, такая блогерша. Мария Лиман. Она, например, я не так давно вот на карантинном выпуске, достаточно на самом деле так это, ну, на грани про нее шутил, но она спокойно это все выложила и даже как-то с юмором там это прокомментировал. Я подумал, молодец, девчонка. Супер. А она у себя выложила, да? Да, да, она даже у себя выложила, что-то как-то про это отшутилась даже, ну, и все в позитивном ключе. То есть понимает, что у меня не было цели как-то ее именно конкретно оскорбить. Просто она дала повод пошутить, я им воспользовался. Слушай, а вот когда ты шутишь так, ну, многие же... Я просто почитал, всегда после того, как ты выкладываешь какие-то номера, это у вас, кстати, задание такое? После камеди можно номера свои выкладывать? Или нужно? Нет, это не задание, это скорее личная инициатива. Просто у нас заливают в сам Инстаграм комедий-клаба какие-то отрезки, там до минуты, так как Инстаграм такое предполагает формат. А так я иногда могу сам что-то у себя разместить, если вдруг вот что-то, я подумал, а что бы не разместить? Ну, понятно. Так вот, я к чему-то рассказывал. Каждый раз, когда ты что-то выкладываешь, особенно после того, как я посмотрел этот номер на телеке, бывает даже, отписываюсь кое-что. Ну, там, типа, классный номер. У тебя публика в Инстаграме, она такая достаточно... Знаешь, иногда у меня есть ощущение, что у них не все в порядке либо с головой, либо с юмором. Есть такое, да, не у всех все. Потому что, ты знаешь, я прошу не обижаться, потому что... Извини. Думал, тебя уже бьют. Да, это пришли хейтеры. Потому что, ну, я могу... Ну, о юморе вообще можно много говорить, там, что смешно, что не смешно, над чем можно смеяться, над чем нельзя смеяться и так далее. Но все-таки есть вещи, они такие, настолько очевидны, да, прием совершенно другой. Но, ты знаешь, есть ощущение, что так, как у тебя этот прием через интернет идет, да, то есть ты стебешь таких же, как они. Просто они не совсем известные, там, и так далее. И мне кажется, они в жизни-то, вот, получали просто не от таких, как ты, ты как бы срез такой, знаешь, который вот этой дубинкой, извините, ситом юмора машет. Вот. И, ну, как-то потому что столько негатива на смешные вещи. Это же смешно. Просто я иногда... Нет, понятно, что есть и положительные. Ну да, да. Не только из хейтинга. И мне, знаешь, вот, я настолько удивляюсь, думаю, ну, вы серьезно, ребята, ну, как же так? Что ты можешь... Или ты вообще не ставишь комментарию? Ставишь комментарию? Меня удивляет, когда это, ну, как бы, когда это пишут какие-нибудь подростки, то, ну, как бы, ну, и ладно, сам был в их возрасте, ну, вел себя неумно. Но, когда это пишут люди сильно старше меня, вот это меня действительно удивляет, потому что я думаю, блин, ну, вот, чтобы я в свои 32 залез бы и назвал кого-то там, типа, чмо даже, ну, это я не знаю, что, это насколько должна быть, блин, меня, как это, злость меня должна просто пронизить из всего, вот, из всего меня насквозь выплеснуться в этот комментарий, чтобы это вот... Да, так неудивительно. Ну, возможно, просто многие не выкупают иронию, может быть, у них какие-то проблемы, может, у них круг общения просто такой, что им это все непривычно, непонятно, и для них нужно что-то попроще, например, или что-то про такое, типа, возвышенное. Может, кого-то просто... Я заметил, знаешь, я иногда людям по-доброму отвечаю. Ну, когда мне напишут какую-нибудь фигню, я могу ответить. Не то, чтобы я прям сижу постоянно все читаю, но иногда, когда мне нечем заняться, прикольно посмотреть какой-то титбэк. И я заметил, что часто после того, как я как-нибудь отвечу, ну, лояльно, люди говорят, ой, извини, я просто неудачно протроллил, все окей, чувак, все хорошо. Так что тут, возможно, это просто идет борьба за внимание к себе. Очень странно, я боюсь. У нас все такие, все так разбираются в юморе. Вот каждый убежден, что у него чувство юмора отличное просто, замечательное. Я, например, условно уже сколько, я не знаю, ну, больше 10 лет им занимаюсь, да, то есть прям сижу, его пишу, там, придумываю. И я понимаю, что у меня, например, ну, далеко не всегда шикарное чувство юмора. оно бывает прекрасным, но это как бы в целом, ну, типа, и я понимаю уже, что то, что смешно мне, не всегда будет смешно большому количеству людей. И я свою вкусовщину вообще, ну, стараюсь придерживать и высказывать ее в каком-то узком кругу людей. Либо, если я понимаю, что это просто смешная позиция, тогда уже на широкую публику. Почему бы? Ну, все равно, людей веселят, эмоции, когда ты, ну, вот это, выплескиваешь, они не хотят подпитаться. Ну, ты знаешь, у тебя же такой, сейчас я немного тебе добавлю, если все-таки я, я не пишу комментариев, хотя тоже отвечаю, ты знаешь, что касаемо, ой, не забудьте мне напомнить, чтобы я вернулся к тому, что я хотел сказать про Женю, про его стиль, а сейчас я расскажу про другое. Все, пока я это говорил, забыл, ладно, начну про тебя, господи. Я тут слушал, значит, у меня какая-то онлайн-встреча была с психологами, их сейчас много, вообще, этих психологов, которые почему-то помогают нам жить, может быть, как это, пережить это тяжелое время. Мне вообще нахер не нужен психолог, потому что я, в принципе, понимаю ее основы там, и расставив какие-то приоритеты, со всем в жизни можно справиться. Понятно, что есть тяжелые моменты, но мы про них сейчас не будем. И она там, был момент как раз про Инстаграм, и ей задали вопрос, а вот когда пишут тебе оскорбительный комментарий, нужно ли отвечать? Или заблокировал и спокойно, и она сказала, Женя, ни в коем случае не блокируйте. И тут я, я просто сел и думаю, так, дальше давай, давай, такая чутка прям хорошая. И она говорит, ни в коем случае его не блокируйте. Вы типа отодвигаете проблему там это, ну, копится у вас. Вы должны ему ответить. И вот это, знаешь, чушка, которая, ну, тебя там назвали там, пидором, например. И ты говоришь, сам ты пидор. и у человека, знаешь, такое недоумение, как же так? Вы же публичная личность. Как вы можете так говорить? Она говорит, публичная личность здесь совершенно ни при чем. То, что человек не воспитан, что у него, как бы, ну, в общем, плюс еще она там назвала какие-то психические отклонения. Ну, и вот, это же абсолютно правильная позиция, когда ты, особенно, знаешь, когда говорят, вообще-то критику надо воспринимать адекватно. Так, а здесь нет критики. Вы написали, что там, Женька, ты говно. Да, да, да. Это все не конструкция. Жень, ты не говно, я применю. Ну, всем немного с говном. Слушай, а вот все-таки я вот тут смотрел про очень прикольная миниатюра была. Можно назвать миниатюрой? Да, пожалуйста, называй как хочешь. Это номер, это этюд. Выступление, номер, пускай миниатюра. Нормально. Насправьте, мы короче. Живое живое лайф выступление. Так вот, была миниатюра про детей известных людей. Там ты говорил, что про сына Газманова. А, искал ты, ты говорил, что про, как же там, что жениха Бузовой, я искал в Армении. Жениха Бузовой, да. Вот. И там про ее смех, что один парень написал, что воле такой сексуальный смех, и потом ты включил, ну, вообще все по законам жанра. Это на самом деле очень смешно, несмотря на то, что я сейчас говорю с такой серьезной мордой. Вот. И там были очень смешные моменты, которые, ну, могут обидеть любого человека. Допустим, про детей Газманова, что они как айфоны, с каждой, каждый лучший предыдущий. И при этом ты показал фотографии там, старшего, и потом младшего сына. Родион и, по-моему, Филипп. И Филиппа, да. Вот оттуда тебе не прилетало, так сказать, и Саул тебе не заскакивал с шашкой? Нет, слушай, более того, я даже потом выступал на дне рождения у друга Филиппа Газманова, и шутил там это, и он, по-моему, даже был там в зале. Нет, слушай, слушай, ну, Филиппа, тут смеяться можно, чё нет? А Родион, возможно, сидит в подвале и тихо, и ненависти. Я понимаю, что это, если кому-то это... А вот, кстати, вот сам ты, ну, это же всё равно такой хлёсткий юмор, когда он ещё, знаешь, ну, прям вот как, как будто ты с теннисной ракеткой стоишь, тебя хоп, щелкнует, отбьют. А вот сам над тобой, когда, типа, вот так вот шутят, или над тобой так не шутят, ты обижаешься вообще на шутки или нет? На шутки? Нет, на шутки нет. Ну, как правило, люди не шутят, они оскорбляют. Не, я на самом деле сам люблю повеселиться, когда замечаю, что я как идиот себя веду, то есть это, в принципе, помогает. наоборот, это фиксируешь, потому что из этого можно потом сделать какой-то материал. То есть никто не любит идеальных людей, всем нравятся люди с изъяном, мне кажется. Да! Слушай, а я... Это прямое доказательство. Что ты говоришь? Я говорю, ты тому прямое доказательство. Слушай, я вообще оттерпеть не могу, когда люди, вот, то, что они хорошие, они начинают это показывать, то, что они хорошие. Мне так это бесит, что ты... Я по неволе, у меня идет... От обратного я на фоне начинаю быть плохим, потому что я не могу, у меня вот эта хорошесть в таких количествах, как будто это вот, знаешь, масло, которое выжать, невозможно, оно жирное, и так это противно. А я сейчас не к тому, что, ребята, будьте все злыми, будьте плохими. Тут вопрос такой, знаете, что такое хорошо, что такое плохо, он риторический. А вот, кстати, насчет юмора, раз уж мы тут говорим, ты говоришь, что перед нами, дорогие друзья, специалист с 10-летним стажем, Женя Синяков, вот, камеди же в свое время, когда появились, я не знаю, знал об этом или нет, но целевая аудитория камеди была, люди с неоконченным, там, высшим образованием, профтехучилища, и так далее, ну, основной костяк, но я тебе сейчас, как бы, целевую аудиторию, вот, что там вот такой, ну, достаточно простой, пошлый, ну, типа, и все смеются, да, ну, пояс, пояс не же юмор, конечно, юмор не же пояс, да, вот, и это, так сказать, естественно, привлекло таких, как я, и тех, кого мы родили, и вот, вы же, все равно, камеди, это же, я помню, когда, значит, вот, камеди, он так жестко выдвигал с арены юмора, ну, вот этих, аншлаг, там, то, что мы называли раньше Петросяновщиной, да, естественно, есть, так называть, но ты знаешь, вот для меня Евгений Ваганович, он был всегда таким, так мне банк звонит, отклонись, сейчас сказать, мэтром юмора, мэтром юмора, да, у него своя была подача, там, да, какие-то кривляния, ну, никакие, так, но, ты знаешь, я видел целое поколение людей, мою, там, бабушку, маму, да, это старшее поколение, но это же для них, вот, и когда пошел камеди, как-то мне казалось, во всяком случае, что вот вы, вы все из камеди, вот как-то пренебрежительно относились к юмору, вот именно, вот к так называемой Петросяновщине, ну, отвечай. Я думаю, мне тут, как бы, конечно, тяжело отвечать, потому что я к тому поколению каменеклаб не отношусь, все-таки это были другие ребята, но мне кажется, что вряд ли, сейчас, ну, я не знаю, как в то время, сейчас вряд ли кто-то к ним прям пренебрежительно, нет, сейчас ты знаешь даже, но нельзя отрицать того, что Евгений Ваганович Петросян, это большой мастер своего дела, я с этим солидарен, то есть, ну, артист хороший, а самое главное, ты знаешь, если поставить Евгения Вагановича рядом с одним из известных стендап людей, которых работает в этом же жанре в комедий-клаб, вот эти ужинки и прыжки, они очень, так сказать, прям друг друга мне напоминают, хотя вот более молодой, еще лет 10 назад, говорил про Петросяновщину, господи, Петросянщину, такое страшное название, просто мне кажется, я тут, где, я просто, почему с негативом не отношусь, например, к аншлагу и прочему, потому что, я в то время, когда их показывали по эфиру, я был маленький, и я помню, как я искренне смеялся с монолога, ну, не у меня было, а я был, я лично был маленький, я понял, да, не у тебя было, а ты был маленький, я показываю, просто это сурдок-тиниг. Ну, я искренне смеялся с монолога про шпингалеты, я искренне, меня искренне веселил человек в чулке, который говорил, с новым годом, божжу, мётик, меня все это, реально, я помню, радовало, вот, поэтому, ну, почему я сейчас должен повзрослев вдруг, нет, это, спасибо им за мое счастливое детство, в каком-то, слушай, а вот из кого-то ты считаешь, ну, я не знаю, из более старшего поколения юмористов, сейчас все-таки это не комики, вот, ты себя считаешь кем, комиком или юмористом, или в чем отличие, ты знаешь, это отличие или нет, я потому что не могу понять. Я считаю, что отличия нету, просто есть какая-то мода, знаешь, говорить, среди стендаперов говорить, я занимаюсь комедией, то есть, не пишу юмор, не выступаю с юмором, я занимаюсь комедией, я делаю комедию, короче, приходите в такой-то бар, там мы по средам в 8 вечера делаем комедию, вот, я к этому всему как-то проще, ну, я выступаю там с шутками, с каким-то юмором, и, и те чуваки выступали, просто чуть, то, что сейчас делают, чуть отличается тем, что это больше на личном опыте, и у нас, знаешь, как вот французский, французская новая волна, когда во голову стала проблема маленького человека, вот так же какой-то обобщенный образ, а, ну, просто конкретные люди, о каких-то, маленькие люди, о каких-то своих проблемах, и это, видимо, сейчас вот аудитории и нужно, потому что, словно, мне, например, дико симпатичен Геннадий Хайзанов, как истрадная, Геннадий Хайзанов, я на нем вырос, Геннадий Хайзанов, для меня, это был прям кумир. Это топ, топ, вот радиоприемник, вспомнить, поэтому, ты знаешь, когда, радиоприемник, типа, с одной станции на другую, блин, бомбовый монолог. Ага. Слушай, а ты знаешь, сейчас, Кладь Иванович сказал, перезвоните, а? Вот, и ты знаешь, в связи с этим, я какой вопрос хотел сказать, тут много спорят о том, о чем можно шутить, о чем нельзя шутить. Я, знаешь, посмотрел передачу «Осторожно, Собчак», она у нее, или он у нее, или она у него в гостях, Гудков, Александр Гудков. Когда, я, честно говоря, ты знаешь, это, эти терзания людей по поводу, почему нельзя смеяться, там, шутить, вернее, над Великой Отечественной войной и больными детьми, почему нельзя, над инвалидами, вот в Америке можно, а у нас нельзя, зато в Америке нельзя про геев, а у нас тут их можно поносить, на чем свет белый стоит. Я вообще думаю, вот, и когда она спросила Гудкова, как ты думаешь, почему, ты знаешь, на мой взгляд, сказал очень неумную вещь, потому что он сказал, что это у нас, как-то в крови у нас гармоника, вот надо как-то вот русский человек, какую-то, короче, свистопляску. Я думаю, что это ведь прежде всего идет от того, что эхо войны, вот почему нам нельзя шутить, над, мы не можем, вернее, не то, что нам нельзя, а нас коробит. Никто же не говорит, не шутит на счет войны, это раньше, может быть, и было так, а сейчас ты можешь шутить над чем угодно. Реакция общества, там, над больными детьми и над инвалидами, это как бы, ну, можно сколько угодно говорить, что инвалиды, особенные люди, они сами над собой смеются, там, и, кстати, в Камеди есть явки, например, там у нас, есть, он тоже резидентом зовется, да, у него, по-моему, Женя тоже зовут, да, или нет? Нет, его Сергеевич зовут. А, Сергей, Сергей, да, Сергей Сергеевич, он нет? Сергеевич, ну, Сережа Кутергин, псевдоним Сергеевич. Вот, и мне кажется, что эта тема, она, как бы, ну, такая закрытая, если ты хочешь, то шути. Но, зачем вот проводить на этой дискуссии, на эту тему? Потому что, ну, если у тебя есть шутки про солдат, про детей больных смертельно, пожалуйста, выходи. Вопрос же в том, как тебя воспримут. Народ-то не готов, тут можно хоть сколько угодно тупить на эту тему. Вот тебе как, просто я не понимаю, зачем вот в этом разбираться? Ну, хочешь ты шутить насчет блокады, я сейчас про Сергея говорю, ну, шути, вопрос, кто в этом будет в СМИ. Такое ощущение же, у меня, знаешь, складывается, что на, думать, что мы попарызные, что мы не въезжаем, что границы юмора, они просто, ну, нет границы юмора, можно шутить на чем угодно. Ну, просто юмор же, это вот про то, что здесь и сейчас, типа, юмор, например, ты читаешь в Твиттере что-то, тебе это покажется смешным, но если тебе кто-то это расскажет, на слух это может быть не смешным, потому что юмор бывает смешной именно в литературе, знаешь, типа, о, вот это прикольно почитать, есть что-то, что прикольно послушать, поэтому, соответственно, когда ты, ну, на большую публику выступаешь, но это совершенно уже другой формат предполагает и общение, и того материала, то есть, знаешь, Джим Джеффрис, такой западный комик есть, австралийского происхождения, в Америке он выступает, вот он говорил о том, что, ребята, если почитать то, что я, то, с чем я выступаю, это все совершенно ужасно, мое искусство в том, как я это рассказываю, и что, поэтому это вызывает смех, ну, типа, все от эмоций тоже очень сильно зависит, в живом же выступлении, и шутить можно про что угодно, да, главное, чтобы было смешно, а почему у нас не шутят про это, да, блин, ну, потому что, ментальность действительно другая, там, по-своему, развивался жанр эстрады, и люди привыкли к одним разговорам на публике, у нас столько лет, сейчас был совок, ну, все так это, строжайше, ну, и слишком, как это, мало времени прошло, чтобы резко стало как там, не потому что мы, как всегда, головой не догоняем, просто, что это, просто социально, то, что у нас окружает, оно другое, и это нужно, это нужно просто учитывать, вот и все, ну, условно, вот у нас недавно чувак извинялся в итоге за шутку, про то, что, типа, пока, как там, даже не буду ее говорить, короче, про казаков он пошутил, там был каламбур на папаху, мамаху, вот, записывать извинения, видимо, видимо, настолько надоели, достали. Слушай, а как это происходит, тебе звонят, угрожают твоей семье, или как это происходит? Слушай, я не могу подробности рассказать, я не расспрашиваю, потому что, условно, как это, примерно, я просто догадываюсь, что, наверное, просто, ну, понаписали кучу угроз, и ты думаешь, блин, ну, господи, я же никого не хотел обидеть, пожалуйста, давай, оставьте меня в покое. Ну, в общем, дай бог, чтобы, короче, пусть каждый идет своим путем. Да. Я думаю, пройдет время. я думаю, я не знаю, ты можешь показать свою, вот, спрашиваешь, что за постройка за правым, получается, за левым плечом. За левым плечом постройка. Так. Ну, если конкретно там, то это когда-то вот был летний туалет. Клозет. Клозет, если про него. А там что? Колодец у меня. А? Вот это колодец. О, колодецная вода? Да. Ну, а ты как-то, как-то выше, у тебя утренние дойка или что? Или ты просто лежишь на печи? Не, у меня животных нету. Я просыпаюсь, завтракаю и иногда бегаю еще. А так? Мы тебе завидуем, потому что две беды. Кто-то смотрю. А там телевидение есть, да? Есть телек, и я правда его не смотрел. Я вот все и нахрен. Спасибо тебе огромное. Я желаю поскорее нам всем выбраться из этого заточения. Честно говоря, вопросов много, денег больше нету. И когда закончатся деньги у тех, у кого они еще есть, чтобы, так сказать, громче об этом кричать. Непонятно. Ладно, я желаю тебе тоже успеха. некогда не возвращайся на РЖД, хотя, я бы, не знаю, сейчас это бы пригодилось. Сейчас, да, сейчас мы постабильнее, чем у нас. Все, спасибо огромное. Давай, будьте все здоровы, всем спасибо. Давай, Женя, пока. Пока. Я тоже был рад. Так, ну-ка. Ну вот, дорогие друзья, огромное всем спасибо. Как всегда, мы в конце нашего эфира, мы можем вывести кого-то в прямой эфир, если вы хотите, из наших слушателей, простых людей, которые просто могут выйти, что-то сказать, все, что угодно вы можете сказать. Все, что вы скажете, будет на вашей совести, естественно. Но, как бы, если, может быть, маму поздравить, вы у них сегодня днажды, я нас еще смотрю на наш эфир, может быть, брата отправить куда подальше. Или просто сказать, Саша, извините, пожалуйста, но это был странный эфир. Или наоборот сказать, спасибо огромное, до свидания, целую, люблю. Не хотите? Ну, не хотите, как хотите. Всем хорошего дня. Вообще, классное время, и классное, что мы так придумали. Почему мы раньше до этого не додумались? Потому что все на работе были, точно. Счастливо, пока! Продолжение следует...